Добрый день! Мы сегодня с вами поговорим, как дифференцировать сложную функцию. Я вам напоминаю правила дифференцирования сложной функции. Итак, если у нас с вами имеется функция f, которая в свою очередь зависит от функции g, то, чтобы продифференцировать нашу функцию f по x, нам нужно что сделать? Сначала продифференцировать функцию f по переменной g, то есть считая, что функция g – это у нас переменная, и умножить на производную внутренней функции, то есть производную функцию g по переменной x. Давайте возьмем какой-нибудь страшный и сложный пример и покажем, как нужно дифференцировать. Допустим, нам нужно найти в производную следующую функцию. логарифм в пятой степени от тангенса в четвертой степени от синуса в шестой степени от логарифма в квадрате от арктангенса в 4х квадрате. Нам нужно найти вот такую производную. То есть у нас здесь целая система вложенных функций. То есть мы сначала всегда дифференцируем внешнюю функцию, потом, соответственно, дифференцируем внутреннюю функцию. Как понять, что у нас является внешней функцией, что является внутренней? Сразу для себя мысленно представляем калькулятор. И, допустим, нам нужно найти вот такую функцию от числа, допустим, 2. Что мы будем, соответственно, делать? Сначала мы 2 возведем в квадрат, потом умножим на 4, потом возьмем архтангенс, потом возьмем логарифт, потом это число возведем в квадрат, потом от него найдем синус, возведем в шестую степень, от него найдем тагенс, возведем в четвертую степень, потом прологарифмируем и возведем в пятую степень. То есть мы можем сразу определить порядок наших операций. А вот дифференцировать мы будем с точностью, это наоборот. То есть последняя операция у нас была возведение в степень. Значит, когда мы будем дифференцировать, это у нас будет внешне являться функция. То есть первая у нас функция, это внешняя функция, это у нас функция степень. Итак, я сразу буду с блоком писать, какие формулы дифференцирования я использую, какие табличные производные я беру, и, соответственно, пояснять и дифференцировать нашу эту функцию. Итак, то есть первое, что я вижу, что это у меня стоит степень. Степень у меня пятая, и я буду дифференцировать это как степеньную функцию. Итак, я напоминаю, что чтобы нам продифференцировать х в степени n, мы что должны сделать? n вынести, и х получается в степени на единицу меньше. То есть вот у меня то, что я буду дифференцировать как степень. Итак, степень у меня выносится. Я прям таким цветом и буду писать. Функция у меня осталась в степени на единицу ниже. То есть была она у меня в пятой степени, стала в четвертой. А вот аргумент у меня вот такой страшный. Тангенс четвертый, вот так выражение. То есть он у меня весь остается. То есть аргумент у меня никуда не девается, никуда не меняется. То есть вот от нашего вот этого аргумента. И аргумент мы с вами перепислили. Итак, то есть все про степень мы забыли. Внутри у нас с вами стоит логарифм. Ставим логарифм, мы вспоминаем, как дифференцировать логарифмическую функцию. Итак, логарифм, чтобы продифференцировать, да, логарифм. И производная это что такое? Единица делить на аргумент. Вот я тоже галочку зелененькую сюда ставлю, поскольку буду использовать эту производную. Итак, то есть у нас по формуле умножить, да, на производную логарифму. То есть у нас получается умножить на единицу делить на аргумент, да. То есть вот аргумент такой у нас большой, тоже является сложной функцией. И мы аргумент весь этот переписываем. Переписали. То есть мы переходим теперь внутрь нашего логарифма и видим, что наша следующая операция – это было возведение степень. То есть мы опять используем нашу формулу дифференцирования степенной функции. Да, то есть мы увидим, что здесь степень стоит 4. Я сюда еще галочку нарисую этого цвета. Да, то есть умножить на производную степенной функции. Как она опять дифференцируется? Степень выносится, а функция становится в степени на единицу меньше. То есть была в четвертой степени, стала в третьей. А здесь у нас аргумент остался синус в четвертой от логарифма в квадрате от артангенса 4х в квадрате. То есть мы продифференцируем как степенную функцию. Дальше смотрим внутрь степени. У нас там стоит с вами тангенс. Итак, вспоминаем, как дифференцируется у нас тангенс. Итак, тангенс, производная от тангенса х, это единица делить на косинус в квадрате аргумента. То есть в нашем случае что это у нас получается? То есть умножить на единицу делить на косинус в квадрате аргумент вон у нас какой-то, синус в шестой степени. Но, соответственно, мы его и должны записать. То есть косинус у нас получается от синуса в шестой степени логарифма в квадрате аргумент в квадрате аргумент в 4х в квадрате. Это мы продифференцируем, поскольку у нас стоял с вами тангенс. Идем дальше внутрь, пробираем все ближе и ближе к нашему х. Итак, видим, что у нас дальше стоит что у нас? У нас стоит степень опять, только шестая степень у нас стоит. То есть опять мы будем дифференцировать как степенную функцию. То есть степень вынесли, синус был у нас в шестой степени, станет в пятой степени, на единицу меньше. Но аргумент у нас остается, какой был, такой у нас с вами и здесь. Записали. Дальше у нас что стоит? Синус. Вспоминаем, как дифференцируется у нас с вами синус. Итак, синус, производная синуса, это что такое? Это косинус. Ну, знаете, что у нас здесь получается? То есть производная синуса, это косинус соответствующего аргумента. Логарифм в квадрате от арктангенса 4х в квадрате. Да, это у нас был синус. Дальше идем внутрь синуса, видим опять степень. Опять будем дифференцировать как степень. Вот у меня теперь степень квадрата. У меня сюда еще такой цвет. Наши степенной функции. Итак, то есть что у нас получается? Степень опять у нас выносится. Функция становится в степени на единицу меньше, значит будет в первой степени. А аргумент у нас сохраняется. Дальше идем опять внутрь. Опять видим логарифм. А логарифм мы уже с вами дифференцировали. Мы знаем, что это такое. Возьмем другой цвет, допустим оранжевый, и будем дифференцировать теперь логарифм. Итак, производная логарифма – это единица делить на аргумент. То есть у нас будет единица делить на арктангенс 4х в квадрате. Все, про логарифм забыли, идем внутрь. Дальше у нас станет арктангенс. Вспоминаем, как дифференцировать у нас арктангенс. Производная у нас арктангенса – это единица делить на единицу плюс x квадрат. Давайте продифференцируем. То есть у нас получается единица делить на единицу плюс аргумент в квадрате. А аргумент какой у нас? До 4х в квадрате. Я пишу подробно 4х в квадрате и еще раз в квадрате. Можно, конечно, было написать сразу 16 в 4, но я напишу, чтобы вы понимали, откуда это у нас с вами берется. Это мы продифференцировали арктангенс. И вот, наконец-таки, мы с вами добрались уже до пучерыжки, то есть до нашего x, и там у нас стоит 4х в квадрате. Теперь 4х в квадрате мы спокойненько с вами дифференцируем. И производная 4х в квадрате, вы уже знаете, это есть 8х. Заметим, что у нас везде формули стоят знаки умножения. То есть у нас получается вот такая большая производная. Но на этом примере мы с вами показали, как дифференцировать сложную функцию. Спасибо за внимание. Продолжение следует...